здравствуйте телезрители и здравствуйте подписчики на канале youtube сегодняшняя тема земляника любимица публики грандиан либо какая-то другая которую вы посеяли но я хочу показать чего нельзя делать при пересадке торфяных таблеток либо вы просто будете переваливать или пикировать эту ягодку в другой контейнер чего делать нельзя наша промышленность которая нас обслуживает до огородников дачников она изобрела уже очень много контейнеров всевозможных ну я предпочитаю вот такие это 09 то есть почти литр без 100 грамм предпочитаю их потому что у них очень хорошо их конструкция такова что очень хорошо здесь отходит вода вот такой вкладыш с пяточками 4 пятки на нем видите раз два три четыре он не позволяет прилепиться к днищу внутри и эти пятки дают возможность вот здесь подсасываться воздуху и выпускать воду лишнюю это очень важно нельзя высаживать ягоду в прозрачные стаканчики как только корневая система вот эти белые шикарные корни которые у нее такие толстые образуются начинают на свету зеленеть ваша ягода пропадет значит это первое нельзя нельзя вот в эти контейнеры да но мы имеем ввиду сеянцы они ту которую вы розетками покупаете но тем не менее для таких малышей нельзя в эту почву намешать большое количество золы это раскислитель зола вообще может сделать не только нейтральную почву а перейти в щелочную еще до форму а нам надо слабо кислую поэтому перегной не возбраняется песок не возбраняется перлит вермикулит все это не возбраняется и конечно кокосовый брикет значит но залу и раскислители нельзя это нежелательно это просто не требуется значит то что мы делаем правильно вот здесь почва приготовленная для земляники здесь есть перегной старенький немного торфа здесь конечно есть песок перлит вермикулит все в небольших количествах и этого достаточно вот что второе нельзя нельзя залу если внести количество превышающие даже мою фантазию то конечно же почва может перейти даже нейтральную стадию и перейти в щелочную земляника любит слабо кислую поэтому мы приготовив вот такой состав прекрасно понимать должны ну либо компост либо старый перегной это все не возбраняется но она должна быть все-таки рыхлой потому что в очень плотной земле очень трудно земляники развивать корни мы насыпаем замечательную почву в наш контейнер почему он такой большой то вы можете взять и 5 литровый просто так сложилось исторически что у меня контейнеры практически вот такие вот 0 9 все я предпочитаю именно такой размерчик он подходит для всего ну да некоторым земли надо многовато но что делать придется потерпеть вот видите почва садится а мне надо сделать здесь такое ложе для вот этой землянички а третье нельзя при посадке ягоды не важно розетка это или купленная ягода в магазине это тоже розетки только они у нас там корни подстрижены и есть почка серединная сын до сердечко которое мы называем откуда развиваются и листья цветоносы и вы должны помнить как отче наш нельзя при посадке загибать корни вверх потому что ягода ваша кустик погибнет вы должны четко понимать что вы вырвали лунку так чтобы вы могли слегка навок положить ваша растенец и расправить все корни а потом потихоньку засыпая поливать ну вот это когда розетка а у нас-то с вами торфяная таблетка знаете не очень люблю торфяные таблетки но в этом году вы много писали все что ой я люблю торфяные ну для того чтобы как бы не отстать уж от моды совсем я вместе с вами посеяла грандиан вторыми торфяные таблетки и мне очень хочется все-таки этот чехлик так называемый убрать я не знаю что из этого получится ну надеюсь что что-нибудь хорошее посмотрите я его растригла а теперь очень аккуратно очень при очень убираем чехлик ничего не разводилась вот здесь к сожалению нет центрального корня очень печально а здесь уже два настоящих листа это время когда ягодки надо создать еще более комфортные условия и мы вот так вот пряменько вставим вот в это вот и лунку который мы сделали а теперь также аккуратненько посыпем ну во-первых придай очень видите четыре пальца очень аккуратно а теперь придавим все края чтобы никаких воздушных пустот около корневой системы ягоды не осталось предварительно я налила воды в эти контейнеры чтобы ягода напилась и вот сейчас обратите внимание да я все сделала правильно по технологии и я не буду поливать потому что эта красотка она также болеет всеми проблемными болезнями как и все остальные наши растения достаточно влаги около корневой системы для того чтобы она заработала все эти ягодки будут высажены да вот такое количество контейнеров 18 их будет но придет скоро совсем лето и они конечно начнут расти интенсивно мы будем их кормить разумеется а кормить ягоду сейчас конечно первая подкормка будет азотная и это будет нашатырный спирт на 5 литров воды 1 столовая ложка нашатырного спирта это будет первая подкормка но только не вот сюда мы вообще здесь не будем разводить инфекцию а в поддончик и вот сюда нальем и это святое для того чтобы ничего не испортить ну на этом пока все на этом я закончу всего доброго вам и до свидания а